В этом видео мы рассмотрим срок доверенности, который урегулирован в статье 168 Гражданского кодекса. В соответствии с пунктом 1 этой нормы, доверенность может быть выдана максимально на 3 года. Если иной срок не предусмотрен в доверенности, то она действительно в течение 1 года. Истечение срока доверенности является основанием для ее прекращения в значении номера 1 пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса. И, наконец, пункт 2 статьи 168 Гражданского кодекса предусматривает, что доверенность, которая не содержит даты выдачи, является ничтожной. В целом Гражданский кодекс Казахстана довольно жестко регулирует сроки доверенности и при этом исходит из концепции письменной доверенности, что вызывает определенные вопросы. Во-первых, необходимо отметить, что ограничение срока доверенности тремя годами существенно ограничивает автономию воли сторон. Можно предположить, что законодатель хотел исключить случаи, в которых доверитель забудет о наличии доверенности. Однако для предотвращения этого риска достаточно регулирования, которое предусматривает, что в случае, если в доверенности не предусмотрен ее срок, то она действительно на протяжении одного года. Сложно обосновать, почему необходимо ограничивать возможность доверителя выдать доверенность на более долгий срок, чем три года. Азербайджанское и российское права также содержали ограничение срока доверенности в три года. Однако впоследствии обе правовые системы отказались от этого ограничения. Во-вторых, можно отметить ничтожность доверенности, не содержащих даты выдачи, в соответствии с пунктом 2 ст. 168. Применение этого ограничения к устным доверенностям будет означать, что выдача устных доверенностей будет невозможной. Это регулирование существенно отличается от требования письменной формы к доверенности, которое предусмотрено в пункте 1 ст. 167. Несоблюдение письменной формы в соответствии с пунктом 1 ст. 167 не ведет к ее ничтожности, а лишь к недопустимости использования устных доказательств в соответствии с пунктом 1 ст. 153. Если допустить применение пункта 2 ст. 168 к устным доверенностям, то это будет по сути означать их невозможность. Подобное толкование будет иметь катастрофические последствия для гражданского оборота Казахстана. Более целесообразным представляется ограничительное толкование данной нормы и ее применение исключительно к нотариальным, письменным и текстовым доверенностям. В-третьих, целый ряд вопросов вызывает термин «дата выдачи доверенности». Что является датой выдачи доверенности? Вступление доверенности в юридическую силу или оформление доверенности? В предыдущих видео мы уже установили, что доверенность является односторонней сделкой и вступает в юридическую силу с момента ее получения адресатом. Таким образом, можно предположить, что датой выдачи доверенности будет считаться получение доверенности адресатом. Однако данное толкование приведет к существенным проблемам правоприменения, так как сложно определить дату вступления в доверенности в юридическую силу, сложно определить дату получения доверенности адресатом. В отличие от этого, очень просто определить дату оформления доверенности, так как в силу пункта 2 статьи 168 эта дата должна обязательно содержаться в любой доверенности. Давайте рассмотрим пример. В субботу, 20 августа 2022 года, Ахметов пишет электронное письмо Оспанову, в котором наделяет его полномочиям заключить сделку с Сериковым. Оспанов проверяет электронную почту в понедельник, 22 августа 2022 года. То есть в качестве даты выдачи доверенности можно рассмотреть как 20 августа, то есть день оформления доверенности, так и 22 августа, получение доверенности адресатом, то есть вступление ее в юридическую силу. Первая дата должна быть непосредственно указана в доверенности в силу пункта 2 статьи 168, а вторую дату необходимо устанавливать индивидуально. В нашем случае Оспанов проверил электронную почту в первый рабочий день после направления. Однако несложно представить, что понедельник может быть нерабочим днем, сервер электронной почты может не работать и другие случаи, которые осложнят определение даты получения доверенности. С практической точки зрения удобнее поднимать под датой выдачи доверенности дату оформления доверенности, а не вступление ее в юридическую силу. Удобство указанной позиции, однако, неоднозначно. В определенных случаях, наоборот, может быть намного проще установить дату вступления доверенности в юридическую силу. В качестве примера можно привести случай, где начало полномочия прямо указано доверенностью. Рассмотрим пример. Ахмедов выдает нотариальную доверенность Оспанову 19 августа 2021 года сроком на 3 года, однако указывает в ней, что срок полномочия Оспанова начинается 19 августа 2022 года, то есть через год после оформления. Если отсчитывать дату выдачи доверенности от момента нотариального оформления, то срок доверенности истечет 18 августа 2024 года. А если отсчитывать срок от начала полномочия Оспанова, то 18 августа 2025 года. В этом случае с практической точки зрения более целесообразно представляется отсчитывать срок доверенности с момента начала полномочий. Но тем самым мы по-разному толкуем термин дата выдачи доверенности в разных случаях. Если в первом казусе дата выдачи доверенности понималась как письменное или нотариальное совершение этой доверенности, то во втором случае начало полномочий, то есть вступление доверенности в юридическую силу. Сложно найти догматически обоснованный ответ, который удовлетворит практическим потребностям гражданского оборота. Наиболее приемлемым вариантом представляется определять дату выдачи доверенности по началу полномочий в тех случаях, если начало полномочий прямо указано в самой доверенности. Если начало полномочий в доверенности не указано, то считать датой выдачи доверенности день ее оформления. Еще один вопрос толкования термина дата выдачи доверенности возникает в контексте пункта 2 статьи 168, в соответствии с которым доверенность должна содержать дату выдачи. Как интерпретировать это требование? Как непосредственное указание определенной даты в самой доверенности или как возможность определить дату составления доверенности? Например, если доверенность содержится в электронном письме и в тексте непосредственно не содержится дата выдачи, мы можем определить дату отправки электронного письма, которая будет совпадать с датой оформления доверенности. В этом контексте мы снова возвращаемся к вопросу, как определить дату выдачи доверенности. Через оформление доверенности или через начало полномочий? В большинстве случаев определить начало полномочий можно из контекста событий. Например, если доверенность привязывает начало полномочий к определенному событию в будущем. Давайте рассмотрим пример. Ахметов выдает Оспанову доверенность на совершение определенных действий и указывает в доверенности на то, что полномочия Оспанова начинаются с момента завершения трудовых отношений с настоящим работодателем. Сам документ не содержит даты. То есть, если считать датой выдачи доверенности начало полномочий, то установить эту дату не составит труда. Днем начала полномочий будет являться день, последующий прекращению рабочих отношений Оспанова. Если же срок доверенности исчисляется с момента оформления документа, то доверенность ничтожна, так как не содержит даты. Право Казахстана строго регулирует срок доверенности. Максимальный срок доверенности составляет 3 года. Если иное не указано в доверенности, то она действительно на протяжении одного года. Доверенность должна содержать дату выдачи, иначе она ничтожна. Это правило должно применяться исключительно к нотариальным, письменным и текстовым доверенностям. Иначе выдача устных доверенностей станет в Казахстане невозможной. Важным вопросом также является толкование термина «дата выдачи доверенности». Дату выдачи доверенности можно определить либо через дату оформления доверенности, либо через дату начала полномочий. Оба толкования предполагают существенные риски для гражданского оборота. В связи с этим наиболее прагматичным представляется подход, в рамках которого датой выдачи доверенности будет считаться дата ее оформления. За исключением тех случаев, в которых доверенность непосредственно предусматривает дату начала полномочий.